Всем здравствуйте, меня зовут Марко Крон, я сооснователь и генеральный директор Genesis Mining. Это одна из самых крупнейших компаний по майнингу. Мы занимаемся биткоином, биткоином, эсериумом, кэш и другими монетами. Мы занимаемся крупными десятки тысяч GPUs по всем частям мира. Я с удовольствием поговорю про майнинг и возможности майнинга. И первая часть будет пояснением, почему этот процесс называется майнингом, почему он есть, почему это децентрализованная система. Вторая часть будет касаться различных монет и различных возможностей, связанных с этими монетами. Первая часть касается майнинга и пояснения, почему это децентрализованная система, почему нужна биткоин. Вторая часть касается возможностей майнинга, что такое и различные Zcash Mining, Ether Mining и другие системы. Все вы знаете, что биткоин это децентрализованная система. Что это означает? Было тысячи и тысячи компьютеров, существуют узлы, ноуды, ноуды в системе, которые все это хранят. Перечень всех аккаунтов, которые сохранятся в этой книге, которые сохранятся в этой книге. Например, Alice 5.3 на 100 имеют. В этой книге содержится адрес, адрес вы знаете. И децентрализованная система, у нас есть тысячи этих узлов, этих нодов, их необходимо синхронизировать все время, потому что новые транзакции поступают, и Alice захочет одну монету купить, биткоин. В децентрализованной системе большая проблема, как достичь консенсуса, и я поясню. Это причина, почему майнинг вообще существует. Говоря с людьми, не все понимают, что майнинг – это результат децентрализованной системы. Я хотел бы пояснить одну вещь, почему майнинг важен, и почему же такое даблспенд. Вы, может быть, пояснить. В централизованной системе есть банк, у нас банковский счет, 100 долларов, допустим, да? Есть два человека, Alice и Боб, и это вот чек на 100 долларов, Alice дает Бобу, и другой чек выписывается на 100, Бобу, Бобу. Я трачу свои деньги, но там же только 100 долларов, и я дважды даю чек, одну Alice и Бобу, одну чек даю. Это, конечно, нелегально, но вот это двойное, но дважды я трачу свои деньги. Как это работает в централизованной системе? У меня есть банк, и банк знает. Маркова есть 100 долларов на счете лежит, и, предположим, Alice первая идет в банк, и она сможет 100 долларов получить, а Боб нет. Нет, есть банк, центральная система, которая с этим всем занимается, но в централизованной системе это более проблематично. В централизованной системе, как это все будет? У меня есть биткоин на моем счете, я хотел бы потратить ее, и у меня тысяча узлов есть, и каждый узел нот знает. У меня есть один биткоин, у меня есть и так далее. А тем не менее, если я знаю, я Alice посылаю мой биткоин, и я один биткоин Боба посылаю, у меня есть проблема в сети, потому что какая-то часть сети будет предлагать биткоин у Alice, а какая-то часть сети будет предлагать, что монета находится у Боба, как этот конкрет разрешить. И вот об этом и есть весь майнинг, достижение консенсуса в системе распределения. Как это работает? Давайте рассмотрим. Итак, майнинг — это распределённая система консенсуса, и вы слышите, это майнинг очень трудный, это решает очень трудные проблемы. Что происходит? Это ноды в узлы, и они получают данные о неподтверждённом действии. Когда я действую, посовершаю действие, например, посылаю монету Alice или Бобу, это немедленно, не подтверждается эта транзакция, она остаётся некоторое время до подтверждения майнингом. Майнер выбирает все эти неподтверждённые транзакции, которые получают одним блоком, и есть одна важная роль. Теперь у нас есть майнинг, и это пример в этом, и некоторые Alice будут посылать, а некоторые по транзакции Бобу посылают этот биткоин. Все майнинг получат всю информацию, в конце концов, но некоторые получат, но сначала Alice поступает, и только позднее посылают монету Бобу, а другим наоборот. И нет времени, время неупорядоченное, как в децентрализованной системе, где есть чек и получение денег. Такого в децентрализованной системе не существует, и майнинг, которые получают сделку и получают первыми Alice, и позднее увидят транзакцию по посылке биткоин Бобу. Но есть только одна биткоин на счёте, майнинг заключит, да, я получил я Alice для начала, а Бобу под дом, и есть противоречие другой сделке, поэтому я не включаю блок, не буду включать эту транзакцию. Майнеры могут в одном блоке собирать, но важное правило, это транзакции в блоке не должны противоречить друг другу в одном блоке. И поэтому единственная транзакция — это послать один биткоин Alice, Alice, вот и всё. И затем блок содержит пермитер Nance Value. Это большая цифра, которую можно выбрать определенной величины. Я поясню, что это такое. Всё, что нужно майнинг делать, это легко, но очень тяжело. Рассчитать хэш, хэш-фанкшн, функцию. Это функция, которая берёт входные данные, какие-то величины, плюс транзакции, и получается какая-то величина, огромная цифра, 256 битов. Поэтому она называется SHA-256D. И в зависимости от величины на Nance, есть Free Permit. И когда я меняю её несколько, и конечный результат для хэш будет абсолютно разным. Результат. И единственное, что нужно сделать Майнеру, ну, найти Nance, величину Nance, где хэш блока ниже определенного уровня. Это единственная задача. То есть он пытается, Майнер, и я вам дам пример этого, решить вот эту проблему, и вот этот блок решить. Я вам дам пример. В реальности цифры больше, но для простоты я просто поясню. Это вот функция хэш, SHA-256, и предыдущие блоки, и вот входные данные в текущем блоке, неподтверждённые транзакции, которые нашёл Майнер или получил, плюс какие-то величины Nance, которые выбраны, которые свободны, он свободен выдирать эти Nance-величины, 125, их количество. SHA или хэш-функция этого выражения получается 123, получается. В этом примере, лимит и 100, 100 является. То Майнеру необходимо найти величину в Nance, и вот мы видим, чтобы результат меньше был порога. Это единственное, что Майнер должен сделать. Это кажется простым, но хэш-функция имеет свойство, которое делает это очень трудным. Я не могу, легко, да, хорошо, давайте используем эти Nance-вэлью и быть готовым. Единственный способ, который известен, различный Nance-вэлью, чтобы получить окончательный результат. И нет другого, более быстрого результата. И по одному надо решать это. И в этом примере, следующий, 123 получаем, и слишком высоко, выше 100, 124, слишком высоко, и Nance-величина, 125 работа, и окончательный результат из 35, и не имеет значения. Хэш-функция 1, или 99, и 35, и единственное, что имеет значение, что она меньше порога. Что мы этим добились, что мы этим достигли, у нас есть проблемы. Трудно очень решить, очень трудно решить эту проблему. И теперь сеть ПТА 1,8, квартиллиан, квартиллиан, хэш-пер-секунд, хэш-псекунду. Это цифры, которые я показал здесь, очень-очень большие, и сеть все время пытается решить эти блоки, а это очень трудно сделать. И все равно функции, хэш-функции, когда вы Nance меняете, но 123, 124, конечный результат, а совершенно другой. То есть менять один бит делает хэш совершенно другой, и мы же требуем каждую комбинацию, чтобы найти решение. Если я нашел решение, и я решаю эту проблему как майнер, я могу сказать, что я решил этот блок, и я скажу всем в сети, что я нашел решение по блоку. Это означает, что я привожу время в ресурсах, чтобы найти это решение в ресурсах. И с этой точки, если у всех есть этот блок, и он подтвердяется, количество сделок, утверждено одним майнером, все майнеры, все ноды, узлы, примут это как решение и как статус-кво. И напоминаю вам пример, который я вам дал, я могу двойное, даблспенд могу, могу Элису, один биткоин Алису, один биткоин Бобу послать, но майнер пытается решить эти блоки. Некоторые из них увидят эту сделку, и сначала увидят посланный биткоин Алису, а некоторые МНК увидят посылку этого биткоина Боба. Сеть, ей все равно первое или второе решение будет успешным, очень важное, только одно решение будет иметь право на жизнь. Давай предлагаем, что майнеры посылают одну биткоин Алису, и блок решается первым, и так далее. Хорошо, мы начали решение, у нас блок есть, и мы будем распределять этот блок в сети. И в сети до этого пытались решить блок с одним биткоином для Боба. Они тоже получают этот блок, этот новый, который был решен, со стороны Элис был решен. И, о, хорошо, новый блок есть, чудесно, мы принимаем это как новый блок. И мы консенсус достигли к этому. Это очень важная часть, касающаяся майнинга, в децентрализованной системе. И не было решения до того, как Сатоши Накамото изобрел это. Это доказательство нашей работы. Доказательство работы – это консенсус, достигнутый вот этой огромной работой. Я причину пояснил, почему существует этот майнинг, достижение консенсуса в майнинге. Без майнинга не будет консенсуса и не будет децентрализованной валюты. И второй момент – это распределение новых монет. Иначе, если все монеты в начале, то иначе это будет скучно. 21 миллион монет у Сатоши в процессе минирования, майнинга. Есть возможность выпускать новые монеты, распределять их другим пользователям для распределения этих монет. Есть, как вы знаете, средний блок, мы находим каждые 10 минут, и мы понимаем, что сложности – это пороговое значение. Потому что в прошлом примере это было 100. Мы приспосабливаем сложности тем, что если новый поток идет, хэш, тогда уровень сложности увеличивается. Будет все более сложная и более сложная задача. Интересное мероприятие, которое состоялось в июле 2016 года. Каждые 4 года, если точно говорить, каждые 220 тысяч блоков, количество биткоинов, которым разработаются блоки, это количество снижается. И знается, что 12,5 биткоинов будет вознаграждение блоковое. Как я уже сказал, был огромный показатель 1,8 гекса хэша, и это огромное усилие. 12,5 биткоинов за блок, стоимость около 700 долларов. Это означает, что каждые 10 минут около 9 тысяч долларов производит эта сеть. Это означает около 1,3 млн долларов в день. Майнерам очень интересно получать эти награды блоковые. И дополнительные к этому они затяжены в том, чтобы получать оплату за транзакции. И это является тем стимулом, почему майнеры занимаются этой работой, во сколько они хотят зарабатывать биткоины на этериуме и так далее. Мне довольно интересно то, что когда я здесь был последний раз, в апреле 2016 года, по-прежнему у нас была тогда награда в размере 25 биткоинов, а стоимость ее была 400 долларов. Это значит 1,4 млн за день. И с этой точки зрения нет особой разницы между 1,3 и 1,4 вариантами. То есть в монетарном выражении, в долларовом выражении почти то же самое. Вот в области майнинга происходит эволюция. И в самом начале Сатоши Макамото мог производить майнинг с помощью CPU на известном количестве компьютеров. Использовал для этого CPU. Но после этого человек, которого звали... Забыл, как его звали. Ласло. Он изобрел майнинг с помощью GPU. И он лишил эту проблему. Эта функция хеш могла легко разрешаться на GPU. И он был раз в 15 быстрее, чем CPU. В то время, когда все начали переходить на GPU. После этого люди начали пользоваться FPGA. Это программа насчет о гейтах. И где-то с 13-го года это программа ASEX. Это специализированное аппаратное обеспечение, которое очень быстро решает такие данные уравнения. И вот эту функцию хеш. Но она больше ни для чего и не применима. ASEX это, пожалуй, единственная вещь, которую можно использовать и нет. Другого слова. Все другие решения слишком медленные для этого. Какова разница между хоу-майнинг и крупномасштабным майнингом? Это выглядит основа так, так называемый хоу-майнинг, домашний майнинг. Это можно сделать довольно интересно, увлекательно. Можно многому научиться в процессе. Но в какой-то этап это приводит к большому беспорядку. И это может теоретически пользоваться в рознице. В Торхе-ГПЮ можно пользоваться и продуктом ASEX. Вот такого вида ASEX можно купить и разместить даже дома. И количество проблем, конечно, тут немало. Надо это импортировать. Надо заплатить за таможенную очистку, за электричество и так далее. И она не очень хорошо масштабируется у вас дома. Во-первых, она потребляет много энергии. Ну и второе. Обычно вы хотите для GPU использовать стандартный набор аппаратного обеспечения. И, естественно, использовать открытый источник, чтобы эксплуатировать эти машины. Если хотите все это масштабировать и далее, вы видите, что это можно по-различному делать. Посмотрите на фотографии. Ну вот крупномасштабные майнеры делают это так же, как и мы. Они покупают напрямую от производителей железа. И покупают не пять машин, а пять тысяч машин. Имеются большие складские помещения. Вот здесь, например, вот это наша ферма в Исландии, где мы производим майнинг с помощью Z-Cache. Это так же GPU. Вы видите здесь на рисунку все это майнинг с помощью GPU. Видите, здесь тысячи и тысячи устройств GPU. И вторая важная вещь – это то, что имеется инфраструктура, которая хорошо работает в плане масштабирования. Необходимо, конечно, обеспечить охлаждение. Это очень важно, поскольку все это аппаратное обеспечение. Все это аппаратное обеспечение, такое количество энергии потребляемой требует значительного охлаждения. И необходимо также перезапускать машины с отказами. Поэтому необходимо иметь ремонтную бригаду диагностическую, чтобы представить, что происходит на ферме, на комплексе. И далее есть еще кастомизированный софт, который нужен для эксплуатации машины, который немножко более сложный, чем официальные версии того же. С тем, чтобы эффективно работать в этой отрасли, в этой индустрии майнинга. Я могу сказать, что произойдет, если вы не будете работать эффективно. Весь трех своих направлений, когда надо соблюдать. Три вещи, которые нужны для успеха в работе майнера. Эта отрасль очень высококонкурентна. И если вы не добудете эти биткоины, кто-то другой это сделает. Если ваши ресурсы очень дорогие, например, электричество кота будет более дешевое, электричество. Так вот, первое, это высокоэффективное аппаратное обеспечение. Это означает, что удельный расход энергии на один хэш должно быть конкурентным. Второе, что я уже говорил, это высокоэффективная инфраструктура. Вам необходимо обеспечить, что ваш сеймо охлаждения работает эффективно, и что ваш коэффициент готовности на вашей ферме, на комплексе близок к 100%. И третье, вам необходима недорогое электрическое. Если у вас, допустим, стоимость более 10 центов за киловатт, вы не будете конкурентны. Здесь перейдем пример. Трех потенциальных способов или показателей эффективности работы. У вас есть высокоэффективный майнер, это 100%. Есть средняя эффективность 50, и есть низкая эффективность порядка 25. Что будет происходить, если эти три конкретных майнера будут конкурировать между собой? Первый, кто выпадает, естественно, на майнер с наименьшей эффективностью. Вот если только три таких игрока, то этот процесс пройдет очень быстро. И путем выбывания будет, соответственно, уменьшаться и показатель фактора хэш. Так что оставшиеся двое, когда выбывает третий, они получают небольшое временное преимущество, поскольку они могут заработать больше монет, коинов, на одного конкурента меньше. То же самое происходит и при выбывании второго, среднеэффективного майнера. Тогда больше кусок пирога достается эффективному майнеру. И так что это очень важно, иметь высокую эффективность работы на данном рынке. Я уже говорил немножко о том, что происходит с факторами хэш. И вот здесь у нас есть различные эволюционные ступени технологий. ЦПУ, GPU, FPGA. И сейчас уже ASIC, продукт ASIC доминирует во всей отрасли. Сейчас это единственный эффективный способ работать в отрасли майнинга. Видите, это логарифмический масштаб. То есть значительное, огромное увеличение общих показателей хэш. 1,8 гекса хэша. Как вы видите, вот на переходе с ЦПУ на GPU показатель значительно был увеличен. А вот на последнем этапе от FPGA, GPU и FPGA были вблизи. А вот видите, массивное, такое значительное увеличение произошло благодаря именно продукту ASIC. И теперь мы уже близки к технологическому пределу. И текущее состояние, например, аппаратное обеспечение и другие конкретные, уж 60 нанометров. Поэтому дренчая миниатюризация железа уже невозможна сейчас. Поэтому ASIC сам может немножко увеличиться, но это уже не будет таких показателей, как в разы, в 10 раз. Поэтому хэшрейт, коэффициент хэш, несколько уже выравнивается. Видите, он потихонечку растет, но уже не так значительно радикально, как это было раньше. То есть уже стабилизируется. Поэтому здесь важно то, что майнинг биткоинов, особенно он сейчас становится уже больше не только технологическим, какой-то отраслью, это целая индустрия, где различные конкуренты соревнуются друг с другом.